за воскрешение, но потом жизнь заставила, потому что сам попал в ДТП в 2003 году и сбил подростка, пацана, который выехал на мотоцикле покататься на трассу. Но более подробно об этом рассказываю я в свидетельствах своих, можете послушать. У нас тоже рассказывают. Тоже рассказывают, кстати, да, точно. Это было в 2003 году, это было свидетельство. А так на Ютубе, вот как уже брат Юрий назвал, есть канал мой, Архиепископ Сергей Жуалев называется канал, так что прошу любить и жаловаться. Как бы спишите письма, высылайте деньги. Можно электронные. Вот. И, ну да, ну да. Значит, и, так, не стесняйтесь лайкать, тоже вот еще. Так что еще, и делиться с друзьями. Репост. Как? Репост. Репост, да. Проститесь, хорошо. Вот. Значит, и, кстати, молюсь. Молюсь за, значит, подписчиков. Моя каждодневная такая молитва. И особая моя молитва за то, что называется там черный список. У меня там есть тоже товарищи некоторые. Есть такие там в сети хулители некоторые, ругатели. Вот, значит, приходится некоторых в черный список добавлять. Вот, он и вот на днях тоже пополнился, еще там пару имен попало туда. Вот, потому что такие вещи там уже с хулой, с матюками там начинают, и с антисемитизмом там, и, короче, всякое. И я уже по-хорошему и некоторые удалял, а потом думал, нет, нет, попадаете в мой особый молитвенный список. Я называю в чем список? Особый молитвенный список. И борюсь за этих людей, чтобы Бог дал просто покаяние. Реально покаяние, спасение душам, чтобы не хулили, чтобы не выгались, чтобы Бога проставляли. Вот так вот. И что еще? Да, вот с 1996 года реформатором стал. Хотя до сих пор, уже вот, 19-й год на дворе, вот, до сих пор, как бы, больше вопросов у меня к черно-петам, честно говоря. Как оно будет? Потому что по-человечески, ну, представить себе трудно. Да, храмов много понастроено, да, еще строится много. И как в них придет жизнь, я не знаю, как. Но ведь Бог может это сделать? По-человечески невозможно. Но возможно, невозможным человеком, возможно Богу. Богу же все возможно. И представляете, в деяниях описывается, что многие из священников покорились вере. То есть многие из еврейских священников, иудейских священников покорились вере. Думаю, если Бог мог тех еврейских священников покорить вере, что, он не может покорить наших семью священников? Конечно, может. Так что, наше дело как? Поливать, насаждать. А и поливающий, и насаждающий, ничто. И зовут никак. А все кто? Бог взращивающий. Он все, он все делал так, что ему лишь слава одному достается. Так что, папа прав. А если папа не прав, смотри пункт первый. Папа прав по-любому. Всегда прав. Да, значит, и... Что вам еще интересно рассказать под занавес-то? Хорошего. А в вашем приходе иконы есть? Одиннадцать церквей, которые с регистрацией. Примерно столько же без регистрации, но все по-разному. Я священникам, как говорю, сразу нашим священникам и епископам нашим всем объясняю так. И даже румынские тоже приезжали, как раз на эту беседу, тоже как раз, по поводу икон. У них там сейчас еще новый церковь открывается среди цыган румынских. За бухаристом они начали в поселении цыганском служение специальное. А те понанесли икон всяких там, значит, и вот как бы они, братья, тоже посвящаться приезжали. Вот, и там у нас епископ Богдан Ионеско трудится. Вот, и я объяснил так братьям. Я объяснял раньше, в принципе, но сейчас еще раз объяснил так, что... Не в иконах проблема. Не в иконах, не в живописи. А в неправильном отношении. Знаете ли, если в мусульманском, допустим, толковании второй заповеди ключевым является «не делай» изображение того-того-того, то в христианском и в иудейском толковании, классическом, ключевым является во второй заповеди «не поклоняйся им и не служи им». Потому что из «не делай» есть в Библии исключения некоторые. Но из «не поклоняйся и не служи» нет исключения. Только лишь «Господу Богу поклоняйся и ему одному служи». И поэтому, я объяснял братьям, конечно, лучше не иметь изображение. Но если есть изображение, пусть они будут. Если те цыгане принесли, не обижайте их. Пусть они и стоят эти изображения. Главное, обращайте их к Господу. Главное, чтобы Иисусы принимали в свое сердце. Пусть они и стоят эти иголы у них. Нет проблем. Просто Богдан наш, Иоаннского, который из Бухареста, он довольно радикально покаялся. Он был монахом. Вот чем дело. Ему очень тяжело было порвать с его монашеским таким прошлым. Слава Богу, он разорвал полностью с монашества. Он женился. Ребенок. Сейчас хорошая семья такая, счастливая такая. Вообще молодцы. Рад за них очень. Вот. И я говорю так. Мы часто порой вышедшие из традиционного православия, допустим, на молоке обжегшись, на чужую воду дуем уже. Вот. Но очень важно правильно людей учить, наставлять их. Лучше, конечно, не иметь ничего. Но если есть изображение, то я лично за больше картинные изображения такие. Как в Грузии, допустим, братья сделали. Это в виде таких живописных сюжетов, таких библейских сюжетов. То Иисус с Тайной вечерей, допустим, Иисус с Самарянкой, Иисус с Никодимом, с местами из Писания. На грузинском они написали эти места Писания. Красиво получилось. Мне понравилось. Вот такое оформление. Я за. Но чтобы не было поклонения. Можно, думаю, живые иконы какие-то придумать. То есть, допустим, какие-то плазмы большие и слайд-шоу, чтобы они меняли всегда библейские какие-то картинки, сюжеты, места из Писаний. Или с проектором на стену, чтобы были какие-то изображения. Но лучше, конечно, вообще без этого. Лучше. В идеале самым. И для меня, как для реформатора православного, конечно, вопрос такой очень непростой, честно говоря. Очень непростой. Потому что идолопоклонство, идолослужение, а иконопочитание и крестопочитание, и почитание мощей – это ярко выраженная форма идолопоклонства в современном христианстве. Это общение с бесами. Я в свое время имел это общение, но сам того не понимая. Я думал, что я служу Богу. Но в 96-м пришло осознание, что во многих вещах, в которых я думал, что я служу Богу, я служил дьяволу, имел общение с бесами. Сам того не понимая даже. Понимаете ли? Вот любой может ошибиться. Я это понял. Я ошибся. Я ошибался. Очень жестоко ошибался. А вот лишь свет Божьего Слова, он дал мне, ну, как бы действительно понимание, кто есть кто и что есть что. Вот. Поэтому. Да, кстати, и, можно сказать, отец-основатель, что ли, реформаторского православного движения, в целом, это патриарх Кирилл Лукарис. В начале 17-го столетия еще. В 1632 году издал он «Восточное исповедание христианской веры». Вот. Он тоже об этом же писал. Что не в самой живописи проблема, а в нашем неправильном отношении к ней. Вот именно в почитании, в поклонении, целовании. Хотя, конечно, да, промывали мозги нам и в Ленинграде, и в Москве тогда, в конце 80-х. Это, чем и сегодня будущим священникам промывают мозги. Религиозно. Нам говорили, вот это, мол, не-не, это не идолопокорство совершенно, это, мол, другого поля ягода совершенно. Не путайте кислоэспрессом там и прочее. Вот. И Божий дар с яичницей, как говорится. И нам говорили так, что и я, в принципе, объяснял прихожанам раньше, когда-то, в храмах. И даже когда беседовал с одной девушкой, меня попросили провести с ней работу такую, как бы. Она несколько раз посещала собрания такие протестантские. Вот. И мама очень сильно переживала за нее. Она сама подошла ко мне и попросила, вы не могли бы вот с моей дочерью побеседовать, как-то помолиться за нее там. А что такое? Какая проблема? Она стала вот, говорит, в церковь ходить стала. Говорит, мне бы ваша проблема, говорю. В церковь ходит. Да, батюшка, церковь какая-то странная. Там, говорит, икон нету. Я сразу, да вы что, женщина, в своем уме? Как ты? В церкви нет икон. Вот. И там, говорит, в ладоши хлопают. Говорит, это что, церковь, что ли? Да вы что? И там еще падают, еще молятся и падают. О, говорю, да это секта. Как вы называете это церковью? Короче, но она стала женщин тут же как бы защищать, дочь. Говорит, ну, в принципе, я как не против, потому что, ну, в чем-то. Потому что она перестала пить, гулять, значит, и меня не бьет теперь, значит, как бы, в принципе, как бы, ну, но очень переживаю, очень боюсь о нее. Ну, говорю, конечно, введите ее срочно ко мне, значит, все, значит, и помолюсь, поговорю. Вот. И, значит, я с этой девушкой стал беседовать, и раз, и два мы встречались, общались. Она в храм приезжала, и я так и у них был там, общался, ну, дома. Вот. Ну, она так. А, самое интересное, на первую беседу она с Библией пришла, представляете? Без году неделя. И мне уже пытается, что вы могли показать. Говорю, нет, нет, ну-ка, закрой. Говорю, давай поговорим. По душам, говорю. И, короче, дыма допускал. Да, на чистую воду она хотела меня сразу вывести. Нет, 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 меня так, просто так не возьмешь. Я там как в уши на сковородке вертелся. Она говорит, ну, как же, это же идолопоклонство, значит, там, вот. Я говорю, послушай, послушай, послушай. А мне еще мама рассказала ее, там, такой секрет такой, что у нее там был, как бы, жених, как бы, и он погиб, как бы. Вот. И эта трагедия, она повлияла, что она пошла там в секту с подружками. Я говорю, послушай, вот тебе сектанты говорят, что они тебя любят. Да. Я говорю, но, говорю, вот я не говорю тебе, что я тебя люблю, но я говорю, по-настоящему, я молюсь за твоего этого парня. Ты же любила его? Она чуть не в слезы. Конечно, батюшка любила. Я говорю, смотри, я говорю, молюсь за него. А твои сектанты, они говорят, что любят, но они не будут молиться за него. Вот так вот. Как бы начал давить на больные такие мозоли. Вот, значит, ну, давил девчонку до слез, в общем-то. Да, я, не знаю, очень жестоко-то так поступал. И я, значит, там наряжал, просто наряжал. Говорю, какое же, я говорю, идолопоклонство? Вот парень любит девушку, допустим. И, говорю, вот, имеет ее фотографию у себя. Вот, значит, и вот он целует фотографию эту. Он же не фотографию саму любит-то, а девушку. И он как бы умом на первый образ перекидывается. И вот и мы, говорю, православные, мы, говорю, не идолопоклонники. Ты что, говорю? Не путай, кисло-спресло. Мы же вот, да, внешне похоже, да, мы тоже целуем образа, но мы же на первый образ перекидываемся. Это изображение Господа Иисуса Христа, Божьей Матери, святых, значит, и все такое прочее. Вот. А она мне сказала, там, святая простота. Она мне сказала, знаете что, батюшка, ну, а если девушка рядом с ним сидит, а он не ее целует, а фотографию. Я говорю, ты ничего не поняла вообще. А потом, приехал когда домой, думаю, а ведь она в чем-то права, думаю. Ведь Господь не просто там где-то там на Альфа Центавра. Он же здесь. И как бы под лицом его, как бы, целовать образа. Ну, как бы, задумался я, крепко задумался потом. Вот. Тем более, что, опять-таки, одно дело говорить на публику что-то, а другое дело, ну, реальная жизнь. Она совсем другая. Никто из священников не может, там, не кремя душой сказать, что он всегда, мол, там, целуя образ на первый образ, там, перекидывается. Да никуда не перекидывается. Это раз, может, в сто лет, там, кто-то перекинется. Да и с другой стороны, значит, думаю, какой перекидываться. Если бы, хватит перекидываться, думаю. Ведь, в принципе, если бы шла речь об изображении, допустим, только лишь Господа. Вот. Примерно везде по всем храмам был бы только один Иисус. Там, в разных, там, вариантах, он нарисован в вариациях. Но ведь у нас кого только не рисуют. И получается, на кого же перекидывается, на какой первый образ? Это, получается, парень любит девушку, а целует журнал, где очень много девушек разных. Получается, так кого же он любит вообще, непонятно вообще. Кого же он любит? И, понимаете ли, идолопоклонство, оно помрачает просто разум, на самом деле. Вот. Закрывает глаза. И это общение с бесами, оно реально. Вот. Но Павел еще предупреждал христиан коринфских. Я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Наше общение с Духом Святым. А общение с Духом Святым возможно лишь при вот нашей полной капитуляции перед Богом. И полной отдачи ему просто-напросто, на самом деле. Не с кем. Только он. Только он. Только он. Господь наш не согласится быть номером 2, 3 в списке. Не, не. Он только он. Он такой. И он ревнивый. Вообще. Там вся Кавказская ревность отдыхает вообще. Он такой джигит вообще. Мама, не горюй. Он издали уже. Много раз мне говорил, а ты, короче. Иди себя проведешь. Да, 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 да. Там на сторону не посмотришь даже вообще. Вот. Он такой вот. Вроде как эгоист. Даже супер. Я, я, только я. Только лишь я. Но на самом деле это не заявление эгоиста. На самом деле, как ни странно, это как раз совершенно не эгоиста. Просто он как создатель. Знает, что когда мы начинаем молиться, поклоняться кому-то еще, служить помимо него, да, то как бы запускается какой-то механизм самоуничтожения, деградации какой-то. Недаром в Библии многобожие всегда идолопокорство сравнивается с супружеской неверностью, преребодеянием. Это не просто сравнение такое. Это очень серьезное сравнение. То есть в духовном мире это выглядит вот именно таким образом. Когда человек самое сокровенное и интимное в себе открывает для кого-то еще, помимо Господа, он грешит очень страшно. И Бог очень ревнует. Вот. И еще. Простите, уже хорошая мысль. То, что это же не Бог наказывает. Потому что много православных, они как бы искренние, они считают себя верующими. Но в то же время вот это выполнение иконам. И вот я смотрю, как бы вот эти вот проклятия тут там и в виде болезни, все. Но я считаю, что это не Бог, а вот именно какие-то вот эти вот духовные процессы запускаются, автоматические уничтожения. Да, да, да. И механизм, допустим, знаете, да. И вот это вот, да, скорби, несчастье, вот эти болезни, все это происходит, да. Да, целый день служит, поэтому дадим минуточку сейчас ему передохнуть. Спасибо. Да, я сам знаю, что такое с утра до вечера, и особенно когда 30 дней подряд, особенно когда бесов куча гоняешь. Сейчас-то вроде немало последователей, а раньше, да, я хотел сказать о том, что на самом деле это большое служение, друзья, да? Да. Вы осознаете. И поскольку я сам всю жизнь был гоним от братьев, родных, как Павел от Иудеев, а у него там еще, ну, тоже, собственно, православных больше части, потому что понятно, что это для них кость в горле, но вот он на передовой тоже. Вы понимаете. Именно поэтому я хочу сказать, действительно, потрудитесь, время найдите, зайдите на YouTube-канал, да, вот все его просьбы исполните, хорошо? Да. Вот, я хочу сказать тем, кто нас смотрит, друзья, осознайте реально, сидеть дома, конечно, и молиться Богу, это здорово, и даже в церковь ходить, но когда ты идешь против системы, как апостол Павел, это особое служение, поэтому прошу вас, осознайте, помолитесь пред Богом, и зайдите на ресурсы брата Сергея, архиепископа обновленческой церкви, да? Да. Очень легко его найти, Сергей Журавлев, даже фамилию Журавлев, а если кто-то забудет, ну, вот, можете на наших ресурсах посмотреть. И я прошу, если вы сейчас не имеете возможность, может быть, что-то посеять в его служении, то просто, ну, просто зайдите, я исцелен сайт, и слева там кнопка синенькая, помочь служению, только допишите для Сергея Журавлева, хорошо? Хорошо. Отлично. И сейчас он будет готов ответить на любые ваши вопросы, большинство из них, конечно, вы можете как раз посмотреть на его видеоканале, чтобы не повторяться, он будет отвечать на те вопросы, на которые вы легко не сможете найти ответ на его ресурсах. Ну, и, конечно, мы дружим, поэтому, как вы это поняли, если вам это нравится, мы увидим по вашим даяниям его адрес, и, соответственно, конечно, будем приглашать его по вашим желаниям. Друзья, сейчас я вот брату Юрию дам микрофон, он скажет пару слов, потом ответы на вопросы. Можете написать или сказать? Писание же нам говорит, что наставляемые делись тем, что есть с наставляющим. Слава Богу, что доктрины православия, вот реформаторского движения, библейские, евангельские, они всегда совпадают с любой деноминацией, потому что Евангелие, оно и есть Евангелие. Его не заменишь ничем, ни какими доктринами, ни какими-то традициями, догматами какими-то. Есть Христос, есть Его завершенная работа на кресте, есть истина. Вот истина сделает свободными всех, как и Христос говорит, что познайте истину, истина сделает нас свободными, только истина. А вот эта истина, есть завершенная работа Христа на кресте, это и есть благодать. Вот эта благодать. Закон пришел через Моисея, а благодать произошла, пришла через Христа. И слава Господу, что доктрины нашего брата, они просто не то, что совпадают. Мы думаем, как Он, потому что мы думаем, как думает Христос. Вот и все. Мы едины во Христе. В Его теле мы едины. Все. У нас больше нечего. И то, что я раньше говорил, у Него есть в каждой на Ютубе проповеди. Немного прориснюте, и там все платежные системы поддержать Его служение. А сейчас можем собрать на Него вот это даяние любви, наше братское даяние любви. Наши пожертвования. Человек, он Божий, он ездит, у него также есть семья, и есть масса расходов. И давайте благословим нашего брата во имя Иисуса Христа. Спасибо огромное. Это ценно. И я думаю, что это очень даже ценно. И значимо и в глазах Божьих. Я принимаю это каждый раз, бывая в разных собраниях, очень разных конгрессий. Принимаю это с благодарением Богу. И для меня это еще знак того, что... Один из знаков того, что действительно церковь, она едина. И проставляется ли один человек, все тело проставляется. Страдает ли один человек, все тело страдает. И знаете, друзья, моя вообще мечта, чтобы... И вот в таких служениях, левопреломлении, какие-то финансовые в таких служениях, в разных служениях, в недалеком уже, ну, в ближайшем будущем, чтобы христиане выступали вот единым целом. Не структурное единство, а... Не административное единство даже, а тело Иисуса Христа. Тело Христа. Слава Богу. Нет, 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 нет. Слава Богу. Да. Если какие-то вопросы есть, то не стесняйтесь. По поводу исцеления, как произошло... Как произошло ваше исцеление, мне интересно. Исцеление? А в детстве Вы говорили, что... Я не знаю, честно говоря. Я просто был исцелен. Но за Вас не молились? Не молились. Но я верю, что кто-то молился. Может, где-то в Африке, в Америке, я не знаю, где-то в Индокитае. Я не знаю. Бог кого-то побуждал молиться наверняка. Я верю в такую, знаете, взаимосвязь такую духовную. Но я не знаю. До сегодняшнего дня я не знаю, кто молился и кого Бог побуждал молиться. Вот. Но так родители были атеистами. В ближайшем окружении все были атеистами, коммунистами, как бы и далекими людьми от религии. И мусульманской, и иудейской, и тем более христианской. Очень далекими. Поэтому это было просто по благодати. Расскажите, какое Вы его увидели? Какого? Трудно писать. Я как художник, мне проще было нарисовать что-то. Я пытался много раз изобразить. Может, получится, пока не получилось. До сегодняшнего дня не получилось у меня. Я не только видел его, выходя из тела. Однажды я видел его даже в теле, находясь в теле. Это было уже в армии, в советской армии. В экстремальных условиях, правда, это было тоже. Ну, на грани смерти это было, будем так говорить. Вот, жизни и смерти. И я видел видение. Реально видение. Иисус приходил. Но, опять-таки, даже то, что я видел вне тела, и то, что я видел, находясь в теле, и то, и другое, я не могу описать. Это очень довольный, очень счастливый, очень радостный. Я очень любящий, очень добрый. И более реальная реальность, чем эта реальность. Это реальная реальность. Она тоже хорошая, но та реальность, более реальная реальность. Как бы истинная реальность. — Скажите, могут изображения, иконы, изображения, они вообще отображают того Иисуса, которого вы видели? — Не видел еще таких, честно говоря. Ну, кое-что, кое-как, немного, совсем, по чуть-чуть могут где-то отображаться. Особенно современные художники, вот американские живописцы, некоторые пытались улыбающимся, такого Иисуса довольного. Но он вообще, я пытался его изобразить, и много раз пытался изобразить. Потом я очень критично относился к этому и уничтожал. Может быть, зря уничтожал, не знаю. Просто мастихином все стирал просто. А знаете ли, с холста, потому что, когда пишешь, кажется, вот схватил эту улыбку. Но когда прекращаешь работать, такое страшное чувство вдруг возникает, знаете, как будто бы ты видишь смертный слепок с тела, с лица. О, застывшее, оно не то. Это, честно говоря, даже больно было видеться. Я поэтому просто стирал, просто стирал. В процессе работы что-то было, кажется, у Владимы, что-то в процессе работы. Но когда уже что-то завершенное, нет. Вот в нем жизнь. Нет таких красок. Я знаю, что на небесах будет у меня хорошая мастерская. Я вас приглашаю сразу заранее. На семье пока у меня нет мастерской своей. Но, кстати, мечтаю тоже молить, братья об этом тоже, сестры, поддержите в молитве. Или в Туре, или в Москве, я не знаю, или в Питере. Вот разные есть тоже варианты, чтобы мастерскую художественно открывать. Мастерская Духа Святаго. Вот такое было слово еще в том году. Мастерская Духа Святаго. Уже есть в Москве. Вот, надо мне включаться уже тогда. И это как раз прославлять Всевышнего Бога этим словом. Это тоже межконфессионально, это межцерковно. Вы посты соблюдаете? Или кипосты? Нет, таких обязательных постов, я от них отказался давно уже. Хотя, тоже супруга говорит, может быть, зря даже отказались. Так, в принципе, в лучшей форме было физической, когда посты были. И, не знаю, мне не нравится до сих пор, вот с того самого 96-го, почему я отказался, мне не нравится вот это принуждение. Знаете, доброходно дающего любит Господь. Это касается и поста. И тема поста, вот, в христианстве, она, ну, не такая какая-то, как надо. Потому что Христос, Он говорил, что это должно быть в тайне. Один-один с Ним. Неприлюдно, нелюдно. И, хотя, я понимаю, что есть, всему свое время, есть посты такие общие. Не знаю, допустим, там, к примеру, вот в Чехии, да, когда Крестовый поход был против Чехии, то королева чешская Брияне Гуси еще, Янжишки, объявила пост по всей стране. Три дня вся Чехия постилась, молилась. И Бог заступился за Чехию. Вот, и да, это, в России были примеры общих покаяний, общих постов таких в разных странах. В США, в Конгрессе там даже выбитое все это. Исторический факт, в 19-м столетии, когда саранча сжирало все во многих штатах. И фермеры обратились к Конгрессу, ну, просто уже со слезами чуть ли не. Что если в этом году будет так же, а предполагалось даже еще больше этой саранчи, то вообще полностью это будет катастрофа для США. И была объявлена общая пост и молитва, значит, по этому поводу, с покаянием, все в церквях. И вся Америка постилась, и Бог ответил, вдруг резкое весной, ранней весной потепление. Вот, саранча вся вдруг повылазила, поначалу это казалось кошмаром. Вот, ответ казался ужасом, апокалипсисом. А потом резкие морозы ударили, и вся саранча воздыхала. Вот, и, значит, вот такое было чудо, что, да, урожай был спасен. Так что, есть время и общих постов в молитве, я так понимаю. А еще можно вопрос? Вот я когда ходила в православную церковь, там какой-то день, я забыла, как он называется, узнает, что много народу собиралось, кто исцеление. Там много батюшек, вот они... Наверное, соборование проводилось. Да, да, да. Во время постов есть такая практика в церквях. Хотя это из Якова. Если кто болен, пусть призовет пресвитеров церковных. Объяснение есть библейское этому. Когда священнослужители мажут во имя Господне, елеем, вино с елеем смешиваются, им помазывается больной человек на исцеление. Вот, да, есть исцеление, есть, да, и поверили... Там 4 часа стоять надо, стоя, стоят люди, падают, аж буба. Не, ну это уже чрезвычайно, наверное. У вас тоже, да, такая есть? Не, ну 4 часа нет такого, протяжительно такого, не знаю. Да у нас и стульчики стоят, в принципе, могут люди присесть, если... Но мы этот обряд совершим. Обряд есть, да, да, да. Помазание елеем есть, безусловно, конечно же, да, я сам мажу елеем. Люблю очень масло мазать людей. Мне надо было. Вот тоже, да, и исцеление происходит. Хотя на практике больше исцеления не от этого происходит. Я, да, нет, бывает такое, что помажешь елеем, человек исцеляется, или окропляешь водой, допустим, тоже люди исцеляются. У нас много таких свидетельств. Люди порой приходят даже хронически, много лет, головные боли, и потом просто окропление водой, значит, и потом женщины потом свидетельствовали, спустя даже несколько месяцев уже после этого свидетельствовали, что то были каждодневные боли и обезболивающие всякие препараты пились, да, много лет. И вдруг, значит, все, вообще боли исчезли, голова ясная, вот прошли боли. Но я объяснял так каждый раз, что не вода исцеляет или елей, а Бог посредством окропления воды там или помазания елей исцеляет. Чтобы, понимаете ли, опасность была такая, чтобы люди не начинали почитать там воду там или елей там или что-то еще, кресты там что-то еще, нет, а чтобы Богу именно было почтение. Мы начали служение, ну, в общем, сегодня мы много говорили о том, что хорошо, когда, много говорили о том, что христианство – это когда Дух Божий в человеке. Аминь. Интересно, верующие люди как-то могут поучаствовать в том, чтобы еще не спасенные люди получили этот Дух? Вот это вопрос. То есть как вообще в этом, если есть желание, чтобы тот или иной человек тоже получил спасение, как в этом можно поучаствовать? То есть само спасение и вот духовная жизнь, она не от хотения мужа, да, от Бога совершается. Но при нашем тоже участии, какое наше участие духовное? Это молитва за человека. Молитва, как говорится, за глаза, и молитва прилюдна, и при нем молитва. Вот проповедь Слова Божьего. Бывает так, что человек понимает Духа Святого просто через слушай проповедь, слушай учения. Много раз такое было в моем служении. Или же через молитву. К примеру, кстати, вот интересный момент. Я вот рассказывал тоже в первой части сегодняшней про свою супругу немного рассказывал, как она пережила крещение Духом, даже сама того не зная, как это, что это и почем это. А в 96-м, когда мы стали посещать, вначале я, а потом уже как-то и супруга тоже со мной. Можно я с тобой поеду сегодня? Я говорю, пожалуйста, конечно. Я думаю, что-то я раньше даже не пригласил-то ее. Ну, короче, поехали мы вместе. А мне так интересно, я уже у песятников бывал, уже раз 10-15, наверное. Она впервой. И мы когда обратно едем, я за рулем, она рядом сидит. Я говорю, ну как у песятников, как там собрание? Ну, понравилось. Говорю, а что больше всего понравилось? Я думаю, наверное, проповедь сейчас скажет там. А вот то, что они на языках молятся, ей понравилось. Думаю, хоп. Странная женская логика, думаю. Как раз именно это мне не нравилось. Я думаю, вот если бы не эти языки, хорошие братья были бы. Даже уже, даже уже. А вот эти языки, все портят, думаю. И я говорю, ну они же сами признаются, что они не понимают, о чем молятся. И она мне вдруг рассказывает всю эту историю, пока мы едем домой. Она говорит, представляешь, Сережа, а у меня тоже такое было. Я там чуть не потормозал. Я тебя с собой знаю, ты нормально. Не заговариваешься. Как бы, это было еще до тебя. Ничего себе, думаю, ну-ка рассказывай давай, что там у тебя было до меня. Вот еще что, с сегдантами, что ли? Не-не-не, вот такое было само собой, как-то от Бога. Вот. И потом за нее помолились, ну за нас помолились. На одном из собраний таких. Мы вместе вышли, чтобы за нас тоже помолились, чтобы мы были в личный дух, мы святые. За нее помолились, она сразу начала молиться на языках. А я как-то упрямился, не знаю. Даже, может, задумался, обиделся. Потому что, думаю, наверное, вначале, наверное, на меня надо, чтобы. А потом уже на жену, как бы, ну, непорядок какой-то, думаю. А потом думаю, ну хорошо, я еще понаблюдаю за женой. А Бог ли это? Ну, как бы, как кошка берет в квартиру. Пускай, думаю, я посмотрю за женой. А то, может, пора ей на чипу будет везти ее. Вот, значит, и я вижу, прошло несколько месяцев к такому времени уже. Она молится на языках, ну, не при мне, потому что, я говорю, при мне не молись, потому что, ну, я же тоже сам иисусами. Вот, там написано, что если нет посолкователя, то молчи, молись тебе и Бога. И все, значит, ну, все, значит. Ну, при мне будет обратно на русском молиться, чтобы я понимал, чтобы я аминь сказал, в конце концов. Ну, короче, так, умствовал. Ну, ну, а сам смотрю за ней. Она такая стала послушной вообще. И такая вся, прям такая, и вкусно готовит. Ну, она и раньше готовила классно, но с Духом Святым. Вот как именно, мне нравится она вот стала готовить. О, мне. Короче, путь к сердцу мужчины, мужа. Чипы живутым точно. Да, значит, поэтому, сестры, вот посоветуйтесь с Духом Святым, он даст, как приготовить, борщ так, что муж скажет, аминь. Сразу. Вот, меня это убедило больше, всякой догматике даже. И я попросил ее помолиться за себя уже. Говорю, я знаю, что у тебя это от Бога, помолись за меня тоже. Вот она помолилась, и вот я был тогда же кречен Духом Святым, уже через жену свою уже получается. Поэтому наше участие вот таким образом в молитве и в проповеди. Поливание и насаждение, вот я так рассуждаю. Так, чтоб мне не запутаться. Меня интересует очень один вопрос. Каждый православный христианин имеет крест. Точно так же, как священники, служители Богу. Но, ведь крест это, ну, даже есть песнопения такие. Кресту твоему поклоняюсь я, владыка, и твое воскресенье славлю. Но, как это, крест, это же предмет. Почему предмет, на котором был распят Христос? Почему мы вот так носим крест? Если у нас Христос в душе, он в нас, мы в нем. Это идолопоклонство. Именно идолопоклонство. Потому что кресту, вот эта молитва, даже сама, вот, кресту твоему поклоняемся, владыка, вот, это натуральное идолопоклонство. Потому что никто на нас больше того, кто в мире, а тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Поэтому я не рекомендую носить крестиков людям. А если носят, то, ну, смотрите, как носятся, смотрите. Чтобы это не стало никогда идолопоклонством. Для меня вот эти поноги и крест, это знаки моего служения, не больше. То есть я прекрасно осознаю и доношу это для людей, что никто на мне, а тот, кто во мне больше того, кто в мире. Что Христос во мне. А вот эти изображения, это лишь, ну да, это, конечно же, такие условно-съедобные вещи. Да, значит, поэтому как их приготовишь еще. Но я не рекомендую носить крестов ни в коем разе. Наоборот, даже, часто я даже, ну, людей от этого отважаю, будем говорить. Ну, служа, значит, служба исцеления, встречаешь человека, у которого на груди крест. Как бы у вас, с вашей точки зрения, вот нам, который служит человеку, объясните ему, что крест, как правильно? Неотразимый, правильно, что ему надо поднять крест. Я буду сейчас молиться за исцеление. Тем более, что он православный, в этом мае все время был православный. Самый неотразимый ответ дает Дух Святой всегда. А он импровизирует. Он дает порой очень разные людям, разные ответы, разным людям. Потому что для кого? Для большинства православных, да, ношение крестика – это идолопоконство, к сожалению. Для большинства. Поэтому я, значит, даже когда беседую, я говорю, а вы пробовали, допустим, снять крестик и не одевать его? Вот, какое-то время, допустим, два-три дня хотя бы. Вот, значит, и люди пробовали это делать, потом признавали, что у них были признаки вот этой оккультной зависимости. Потому что теряли даже сон, короче, там, или же там, ну, короче, были проблемы. То есть была привязка «упаси Господь» от этого верующего, потому что когда человек привязывается к этим вещам и думает, что это его обереги, талисманы, какая-то защита какая-то на нем, то это уже как раз конкретно, ну, место дьяволу дается, общение с бесами. Это не для нас. Поэтому лучше этого не иметь. Свечек тоже нет у вас там? В некоторых есть, в некоторых нет. Вот в Грузии, допустим, у них есть там, даже на входе там у них всегда, они заходят сразу, зажигают свечки, то каждый заходит. Вот, но опять-таки, чтобы это не стало идолопоклонством, лучше без этого. Лучше без этого. Почти все церкви наши этого не имеют. Но вот в Грузии они решили как раз это иметь. Вот это их дело уже. Вот, я не против и не за. Но главное, чтобы это не стало идолопоклонством, опять-таки, потому что и это можно довести до идолопоклонства. И это то же самое. То же самое, когда, допустим, встречки за упокой ставят, там, мол, покойникам от этого светлее, там, на том свете будет, там, и прочее. Но это уже в таком врагобействе такое конкретное. К сожалению, оно процветает. В одной православной церкви видела, накрывали как бы ясо людей, ясо священников. И типа изгонялись бесы. Ну, всякое. Практикуется всякое. Но я против таких вещей, честно говоря. Вот, ну, не знаю, может, рясу сниму, там, брошу на кого-то, не знаю, как там, пиджаки бросаю, допустим, да. Ну, нет, в принципе, не отрицаю, что, возможно, и такой какой-то вариант. Ну, как обряд я не одобряю такие вещи. У меня родители всю жизнь ходили в церковь и в православие. Да. И когда они узнали, что я пошла в какую-то церковь, было много проблем, проклятий. И сказали, что батюшка их из православия, ну, старовера, не разрешит их хоронить вообще на кладбище. Да, да, да. Мне интересно, я много задавала Богу вопрос, где же они сейчас? Ведь они все равно верили в Иисуса Христа. Это вопрос к нему. Это вопрос к нему. Вопрос вечности. Я понимаю, что мы не признаны быть судьями ни живым, ни мертвым. Вот. И, конечно, мне бы кто... О моих родителях ответил, я бы тоже, допустим. Вот. А по поводу старопрятцев, знаете, вот, очень жесткое православие там. Очень жестко довольно. Даже жестче, чем вот РПЦ, вот, традиционная православная церковь. Вот. Я немного соприкасался со старопрятчеством, знаю, о чем говорю, поэтому, да, сложно. Но, вообще, очень большая... Самая большая проблема, наверное, неважно, хоть старого пряда, хоть нового пряда православия. Самая большая проблема в том, что большинство священнослужителей не возрождено свыше просто. Не знает рождение этого самого. Не имеет духовного перерождения этого свыше. И поэтому, как будущее, вот, слепыми, да, ведут слепых за собой. Это очень большая беда. Вот. Ну, и... И с этого все остальное проистекает, будем так говорить. Вот. И проклятия, и анафемы. Ну, такое практикуется не только в православном мире, и в протестантском мире, тоже, похоже, практикуется в католическом там. Ну, это не большого ума происходит в христианстве. И все-таки, а не буду ждать суда Божьего, как Давид, по стилю, по стилю свою, буду ждать суда. Вы знаете, скажу так, что здесь, в этом мире, не все однозначно, а в том мире тем более. Из Писания я могу сделать выводы и о смерти души, могу сделать и о последующем воскрешении, могу сделать выводы и о состоянии мучений после смерти, и наслаждений после смерти. Очень по-разному. То есть, даже из Писания нет однозначного ответа. Проще намного в исламе, допустим, там в Коране, гораздо все проще. Там, как бы, вот все расписано туда, туда, туда. Там все понятно. Вот, но, на самом деле, библейским повествованиям я больше верю. Почему? Потому что, ну, не все так однозначно. И мое понимание такое, если бы, личное понимание мое, что по-разному. Что есть те, кто и умирают, и потом воскреснут, и сейчас они спят. Есть те, кто реально мучаются, хотя я не видел мучений вообще. Вот, я видел лишь, вот, ну, то, что я видел. Я видел Бога, я видел эту радость, эту несказанную просто вообще, ну, это непередаваемо. Вот, прощение грехов я пережил, это вот, опять-таки, как? Я не знаю. Но Он вернул меня в тело, снова вернул меня в тело. И видел многие вещи. Там вот прошлое, настоящее, будущее, там все в одном. И самое интересное, оно не, как бы, не наслаивается. То есть, все это видишь и отдельно, и вместе сразу, вот в чем дело. Довольно интересно очень. Вот, себя видишь и взрослым, и ребенком сразу. И все это, вот здесь на Земле, это все невозможно представить даже. Потому что здесь есть вот прошлое, настоящее, будущее. А там это все как одна картинка. Вот. И она вот, ну, как вот раньше были популярны, картинки так, прививающиеся. Да, вот вроде одна картинка, там разные изображения. Вот нечто подобное, можно сказать, даже. Пусть одна картинка, там разные, прошлое, настоящее, будущее. Ну, для удобства понимания. Вот. А так, я верю в спасение во Христе. Вот. Поэтому и всякий, кто призовет, имя Господне спасется. И не важно, там, старых обрядов, новых обрядов. Я, кстати, среди старобрядцев, здесь московских старобрядцев знавал, покойного уже архиепископа, потом митрополитом он был, Олимпий, Гусев, на Рогожском кладбище, на Рогожке. Потрясающий был человек. Вот он старобрядец, такой, да мозг и костей старобрядец. Но я понимал, что он человек рожденный свыше. Он знал Христа. Вот. Он переживал Христа. И это, ну, это просто ощущалось вот в его жизни, в его служении.